Задача 77367. Найдите корень уравнения. Дробь в числителе 13х в знаменателе 2х квадрат минус 7. Сразу запишем. 13х в числителе в знаменателе 2х квадрат минус 7 равно единице. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите меньший из корней. Начинаем решать. Условия того, что знаменатель не равен нулю, мы запишем, но чуть позже. Почему? Потому что прежде чем мы запишем это условие, давайте сначала посмотрим, что у нас вообще получится. Действительно 2х квадрат минус 7 не равно нулю, а это значит можно на это число не равное нулю умножить обе части данного равенства. То есть после умножения обеих частей данного равенства у нас получается 13х равно... И теперь единицу мы умножаем... Да, если мы умножаем на 2х квадрат минус 7, тогда у нас сокращается. Тут получается единица и остается в левой части только 13х. Но еще надо умножить единицу на 2х квадрат минус 7. И тогда получается справа 2х квадрат минус 7. Что я и хотел сейчас записать. Итак, у нас с вами после умножения на знаменатель обеих частей равенства получается 13х равно 2х квадрат минус 7. Теперь мы должны были бы записать, что знаменатель не обращается в 0. Но на самом деле по полученному равенству у нас получилось, что знаменатель должен быть равен 13х. Но если правая часть не обращается в 0, значит и левая часть не обращается в 0. И это значит, что 13х не равно 0. Откуда следует, что х не равно 0? То есть так намного проще. То есть отсюда следует, что х не равно 0. Тогда если х не равен 0, тогда левая часть не равна 0, а значит и правая часть не равна 0. То есть вот это условие намного проще и мы его для себя оставим. Далее, теперь начинаем решать полученное уравнение. Что у нас тогда получается? Давайте начнем с правой части. Перепишем правую часть. У нас получается 2х квадрат. Теперь 13х перенесем вправо со знаком минус. Минус 13х. Да еще минус 7 осталось. Равно нулю. То есть получилось вот такое квадратное уравнение. Проще всего его решить, ну или через дискриминант можно, да. А можно методом переброски. То есть еще раз повторю. Кто, кому сейчас этот способ метод переброски не понравится, может решить через дискриминант. В чем заключается метод переброски? Временно перебросим коэффициент при старшей степени х вот сюда к свободному коэффициенту. То есть умножим минус 7 на 2. Минус 7 на 2. И решим это уравнение. Кто хочет поподробнее узнать о методе переброски, может найти на моем канале в видео уроках. Наберите в поисковике метод переброски при решении квадратных уравнений и найдете мое видео. Подробное с доказательствами вот этого метода переброски. Итак, перебрасываем. Тогда получаем вспомогательное уравнение. х квадрат минус 13х. Двоечку мы перебросили. То есть умножаем минус 7 на 2. Получается у нас минус 14 равно 0. Теперь решаем вот это вспомогательное уравнение. Оно легко решается по теореме Виета. Находим корни 14 и минус 1. Давайте их запишем. В порядке возрастания запишем. То есть х первое равно минус 1. Или х второе равно 14. Можно проверить. 14 умножить на минус 1. Да, будет минус 14. А 14 складываем с минус 1 и получаем 13 с плюсом. Значит как раз с противоположным знаком получается то, что нам нужно. То есть получается, что корни мы нашли правильно. Минус 1 и 14. Далее. Но это только корни какого? Вспомогательного уравнения. А для того, чтобы найти корни нашего, нужного нам, надо еще назад вернуться. То есть раз мы на двойку умножали свободный коэффициент, теперь надо корни поделить на 2. И это значит, что окончательные корни для нашего уравнения будут следующие. Х1 равно минус 1 вторая. Еще раз повторяю. Надо назад теперь эти корни поделить на 2. То есть получается минус 1 вторая. Или х второе равно 14 вторых. Сразу запишем 7. 14 вторых это 7. Это и есть наши корни. Постольку, поскольку минус 1 вторая. Да, кстати, давайте сразу запишем. То есть корни я запишу в виде совокупности. То есть получается х равен минус 1 вторая. А это все равно, что минус 0,5. Или х второе равно 7. Далее. Теперь нам нужно в ответ записать меньший из корней. Постольку, поскольку минус 0,5 меньше чем 7. Отрицательное всегда меньше любого положительного. То в ответ мы должны записать число минус 0,5. А это значит, что в ответ мы запишем число минус 0,5. Пишем ответ. Ответ. Минус 0,5. Задача решена.